Именно Ивановская область в свое время выступила с инициативой предоставлять многодетным семьям земельные участки. С 2011 года свои наделы получили 1219 семей. С каждым годом желающих появляется все больше, а вот хороших участков становится все меньше. По состоянию на 27 июня на учете в органах социальной защиты состоит 4803 семьи. Из них 47% поставлены на очередь. При этом только за 6 месяцев текущего года на очередь встали 380 многодетных семей. Таким образом, до конца года перед муниципалитетами стоит задача предоставить 2291 земельный участок. В большинстве районов области дефицита участков нет. Беспокойность вызывают городские округа. В Кохме, например, участков сейчас вообще нет, а в очереди 96 семей. Чиновники обещают, что к декабрю ситуация будет исправлена. Городской округ Иваново обеспеченность составляет всего 12%. На очереди 1088 семей. Для покрытия очереди не хватает 957 участков. В областном центре очередь за участками более 1000 человек. В стадии формирования 120 наделов. И это не покроет и четверти желающих. В самом городе земли нет, поэтому совместно с правительством региона и с федеральной собственности планируется выделение земельных участков, расположенных в районе Валдайского озера и в районе деревни Ламы. Это позволит обеспечить более 3000 семей земельным участком. Ну, соответственно, наша задача будет совместно с правительством подстроить инфраструктуру. Большинство многодетных семей свои земельные участки перепродают. Построить дом, подвести коммуникации – удовольствие весьма дорогое. За время действия закона разрешение на строительство получили всего 142 семьи. Семья Ёлкиных легких путей не ищет. Несмотря на дефицит средств, они все же решили сменить съемную квартиру на собственный дом. Землю получили в 2012 году в Милюковке, Шуйского района. И теперь, шаг за шагом, преодолевая трудности, они идут к своей мечте – небольшому двухэтажному дому. С первыми трудностями мы столкнулись, когда нам было надо денег на строительство. Кредит под небольшой процент не дают, так как есть маленькие дети. И тут пришлось с миру по нитке собирать. Что-то было уже накоплено, а оказалось это только на фундамент. Это потом мы уже, когда вошли в эту стройку, да. И, конечно, помогли очень родители. Павел Коньков поставил задачу перед главами администрации и комплексом экономического развития очередь к концу года ликвидировать. Иначе самые серьезные меры, вплоть до увольнений. Очевидно, что сложнее всего поставленную задачу будет выполнить Александру Кузьмичеву. Елена Белова, Андрей Семиволков, РТВ Иваново.